Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, продолжаем Европа Универсальс 4 за Тунис, за Тунис, за Тунис, и продолжаем. Соответственно, прошлые серии, к сожалению, пропали, но в этих мы продолжим, как будто бы ничего не было. Что нам нужно сделать? Прежде всего, нам нужно интегрировать новые провинции, которые мы захватили, особенно это касается Тимбакту, которая очень дорогая, но постепенно мы их включим в состав нашего государства. Далее, что касается религии, вроде как с религиозной точки зрения у нас все в порядке, все правильные религии, так что пока что все на месте. Новая колония возводится, и мы интегрируем Курсику. Наверное, поедем на третью скорость сразу же. Ульм, да-да-да. 25 дукатов, качественная шерсть, конечно. Так, что мы будем делать? Строить храмы? Пожалуй, что имеет смысл строить храмы, да. Давайте построим в Аране храм. Советников мы пока что нанимать не будем. По уровню технологий, как обстоят дела, давайте посмотрим. Где здесь фильтр-карты? И еще больше денег, отлично. Что может быть лучше? Мы пока что изрядно отстаем, конечно, но, особенно по административным технологиям, мы на шестом уровне все еще, в то время как все остальные на девятом. узнаем о новых землях в Бразилии и Аргентине. Конечно, по административным технологиям мы будем сейчас отставать, потому что нам пришлось много потратить на включение, особенно много на Тимбакту. Острова Новый Джорджи, да-да-да. Но это пока что временно. Мы можем строить еще больше кораблей, я думаю, что мы этим и займемся. Будем инвестировать в торговые корабли. А затем начнем строить уже тяжелый флот. Надо будет уже постепенно отказываться от галер, потому что они нам будут не к чему. Благочестие или неблагочестие? Неблагочестие. Нам нужно как можно меньше благочестия, чтобы технологии обходились нам подешевле. Как видите, мы теряем изрядное количество дохода, прежде всего, от того, что у нас слишком большое государство сейчас. Но как только мы интегрируем Тимбакту, у нас доход вырастет просто значительно. Вообще, нам по-хорошему бы уже пора... Как там дела с османами обстоят? Они к нам нормально относятся. Я думаю, что мы отзовем... Отзовем пока что этого дипломата. Новые технологии. Административные. Думаю, что сейчас мы уже можем взять этот уровень. И у нас появляется очередная группа идей. Что мы возьмем в эту группу? Наиболее правильным решением было бы взять военную. Мы пока что не догнали... Не догнали все остальные страны. Поэтому пока я не буду брать эту группу. Но, однако же, я подумываю о том, чтобы взять идеи нападения, скорее всего. Потому что они нам дадут улучшенные показатели для полководцев. Они нам дадут увеличенное количество армии. То есть, больше людей мы сможем в нашей армии держать. То есть, дисциплина. Также полезный бонус. И форсированные марши. Вот у нас построился новый корабль. Отправляем его защищать торговлю. Отозвали. Отозвали дипломата. Давайте начнем фабриковать претензии. Бамбук. Золото. Волов. И каер это... Рабы. Тут больше золота нигде нету. Думаю, что мы пока что ограничиваемся Воловом. Хотя провинция очень дорогая. Они все довольно дорогие. Но мы будем фабриковать претензии на Волов в любом случае. Фабриковать претензии на Волов. Возможно, в следующей войне мы уже сможем их... Нет. Полностью мы их аннексировать не сможем. Морская традиция плюс один. Какие-то были идеи, которые давали... Увеличивали, да, морскую традицию. Возможно, неплохо было бы в последующем взять морские идеи. Я в любом случае думал об этом. Я думаю, что в содействии с нашей национальной идеей мы легко сможем стать морской суперсилой в таком случае. Заложим очередную барку. Возможно, нам стоит немножко снизить содержание армии. Сейчас нам не столь это критично. Возможно, быстрее накопить деньги. А также мы сможем содержать советников, кстати говоря, что тоже было бы, возможно, неплохой идеей. Я бы взял в таком случае того, что повышает эффективность производства. Новая идея. Глобальный тариф. Тарифы не имеют никакого смысла. Думаю, что пока что мы повременим с этой группой. Они на 10 уровне, мы на 9. Пока что повременим. Догоним до 10 уровня. Это увеличит эффективность торговли, что немаловажно. Поэтому пока что подождем. Канненборну, кажется, целиком сожрали Санхай. Я думаю, что было бы неплохо начать заниматься и имя тоже. Что у нас за ресурсы здесь? Вообще же, где сейчас находится наш полководец? Давайте мы отправимся. Мы не будем просто так простаивать. Почему он стоит просто так? Мы отправим его в походы. Даже на половинной морали он вполне способен с такой большой армией путешествовать. Я думаю, что мы пройдемся здесь по незаселенным, скажем так, нецивилизованным землям. И посмотрим, кто где обитает. Это немножко подхлестнет наш увядающий престиж. А заодно и мы узнаем, куда нам можно будет посылать колонистов повыгоднее в следующий раз. Что нам уменьшить? Количество населения на 50% либо заплатить 50 дукатов. Если население уменьшится в половину, это значит, что мы потеряем в районе 90 жителей. Что, в общем, довольно солидное количество, конечно, если вы меня спросите. Но 50 дукатов это слишком дорого. Я не могу сейчас себе этого позволить. Поэтому придется нам сократить население. Ага. Значит, сюда мы не сможем пройти. Мы пойдем вот так вот. А затем вернемся и пойдем в глубь материала. Вот таким образом. Когда у нас кончается перемирие с Мали, оно уже скоро кончится. Мы сфабриковали претензию. И вот-вот начнем фабриковать другую. Вот. Жалко, что мы не можем фабриковать претензии сюда. На Кумайса. Здесь из золота. Похоже, что нам придется фабриковать... На что, на Волов. Новый уровень технологий. Да, вот. Дипломатический. Отлично. И начинаем строить еще корабли. Безусловно. Нужно не забывать закладывать корабли. И отправлять их на защиту торговли. Бамбук в буре тоже есть золото. Претензии на Волов. Как так получилось, что я сфабриковал претензии на Волов? В любом случае, мы будем фабриковать на бамбук. И на буре тоже. Мы уже понесли, кстати, некоторое количество потерь, к сожалению. Но нам придется с этим смириться. Мне могут некоторые задать вопрос. Ты же хотел нанять советников, а вот деньги ты тратишь. Ну, дело в том, что корабли это более выгодное в данном случае вложение сейчас, чем советники. Нужно их, кстати, бы все поймать в одно место. Было бы неплохо. Что нам сделать? Потерять стабильность? Нет, мы не будем терять стабильность. Либо потерять мораль армии до 1962 года и удешевление стабильности. Ну, уж ладно, нам придется согласиться, поскольку я не хочу терять стабильность. Объединяем их все и отправляем на защиту торговли. Так, отлично, теперь мы знаем все об этих землях. И отправляемся туда, вглубь континента. Перемирие стекает в следующем году. Как я погляжу, Португалия не спешит селиться в Трарзу. Так что, возможно, пока что и нет смысла опасаться этого. Галисия стал вассалом Португалии. Это очень любопытно. Вот так вот. Мы не будем углубляться далеко, поскольку нам придется пройти здесь. Здесь, здесь это как минимум 3-4 провинции со столкновениями. Нам уже пора бы возвращаться обратно. Отлично. Вот мы выполнили нашу миссию. Все наши провинции стали нашими по праву. Теперь нам предлагают колонизировать Сау-Висенте. Это где? Сау-Висенте. Давайте поищем. Сау-Висенте. Это здесь. А что, я могу туда доплыть? Серьезно? Я могу туда доплыть. Это было бы очень любопытно. Но я думаю, что я не стану этого делать. Хотя в таком случае, когда мы выполним... Распространить нашу культуру в Тимбакту. Здесь и дипломатические силы. А там сейчас что? Мали. Мали у нас скоро наверняка станет принятой культурой. Потому что мы будем много их земель включать в состав нашего государства, которые будут довольно высокой стоимостью обладать. Поэтому Мали скоро станет нашим принятой культурой. С другой стороны, можно было бы попробовать начать колонизировать Сау-Висенте. Но у нас нет свободного колониста. Давайте лучше тогда возьмем миссию на обновление клейма на Тафилат. С другой стороны, я бы, может быть, вообще убрал Марокко из списка наших врагов на данный момент. Поскольку мы будем воевать преимущественно с... Давайте, наверное, так и сделаем. Заменим Марокко на Мали. Мы будем преимущественно воевать с Мали. Это должно и поменять наши миссии. Вот да, сделать клейм на бамбук. Чем мы сейчас и заняты. Принятая культура. Теперь мы принимаем еще и Мали, как я и говорил. Давайте посмотрим карту культур. Культура, 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 культура. Да. Нет, это не тот фильтр культур, который я хотел посмотреть. Принятая культура. Вот, Мали. Соответственно, все эти земли теперь уже будут у нас приняты, что неплохо. Местные напали на нашу колонию, но я думаю, что мы будем вполне в состоянии с ним справиться. Защищать торговлю в Тунисе. У нас должен был изрядно вырасти доход, на самом деле, от того, что мы включили эти провинции в состав. Одно только, Тимбакту приносит нам очень неплохой доход. Как обстоят дела с торговой силой? Теперь у нас максимум торговой силы здесь. Все это богатство, конечно, плывет. Вот и наш клейм готов. В перемирии пока еще не истекло, поэтому мы до кучи... Почему он предлагает нам завоевать Тафилат? Ведь у нас нет на него претензий. Это игра. Она постоянно нам... Почему они остановились? Я же им приказал идти сюда. И потом обратно. Думаю, что теперь мы можем совершенно свободно, кстати, наложить эмбарго на... Можем наложить эмбарго на Мали. У нас перемирие, конечно. Но оно вот-вот истечет. Что ж, в таком случае нам нужно начать фабриковать претензии на буре. Ведь мы все равно будем воевать. Странно, что мы не можем фабриковать... А, на массиве у нас уже есть. Вот, хорошо. Думаю, что можно уже, на самом деле, совершенно свободно идти обратно прямо сейчас. Потому что пока что туда я... Не думаю, что имеет смысл туда идти. Больше кораблей. Собственно, нет. Больше кораблей нам не нужно. Мы уже изрядно увлеклись. Я построил слишком много кораблей. Но зато мы можем строить армию. Чем мы и займемся, собственно. Давайте посмотрим, как у нас по пехоте обстоят дела. Шестнадцать отрядов пехоты. Шесть кавалерии. И три конницы. А, три конницы. Три пушки. Я думаю, что нам нужно побольше пушек построить. Давайте заложим пару пушек вот здесь. Нам хватает только на одну. Ну, давайте тогда еще кавалерию. И на пехоту нам пока не хватает. Но должно хватить в следующем месяце. А вот и сотня населения вернулась. Еще сотня населения. Ну, не чудеса ли? Теперь у нас эта армия восполнится. Перемирие истекло. Мы могли бы уже объявить войну Мали. Я убежден, что они не смогут особенно нам ничего противопоставить. Я подожду, пока у нас появится подразделение, собственно. Сюда добавляем кавалерии. Появится еще пушка и пехота. И мы будем использовать эту армию как основную ударную. Где наш флот весь? Два корабля. Где остальные? Остальные 16. Постойте тут. Что, у меня все это время они не защищали торговлю? Я думал, почему же денег-то нету? Что тут не так? Все корабли должны защищать торговлю. Вот это другое дело. Подтягиваемся армиями. И не забываем поднять ползунок. Положительный доход. Несмотря на то, что мы все еще восполняем армию. Португалия уже объявила войну ацтекам. Кто бы мог подумать. 544 год. И я думаю, что мы объявим войну в Мали. У нас нет дипломатов. О-о-о. Придется подождать. С другой стороны, таким образом мы лишь дождемся, пока у нас восполнится армия. Что тоже не будет лишним. Мы можем нанять еще три подразделения. Я думаю, что это будет два отряда пехоты. И пушки. Мы постепенно входим в тот этап игры, где пушки начинают играть все более важную роль. Нам не нужно благочестие. Мы уже достаточно благочестивы. То есть не благочестивы. Таким образом технологии становятся для нас дешевле на 10%. И мы можем взять следующий уровень военных технологий. Которые открывают для нас новые пушки. А также преимущества по тактике. Мы, конечно, возьмем большие железные пушки. У нас появилась претензия. Вы смотрите, как много всего уже открыто оказывается. 544 год, а мы уже знаем обо всем этом. И посмотрите, что происходит в Японии. Любопытно. Император японский владеет лишь вот этими землями. А вся остальная Япония это один здоровенный вассал Имагава. Это просто... Я первый раз такое вижу, честно говоря. В то же самое время Корея больше не существует. Манчжу, Минг, они разделили Корею. Тимуридов пожирают все, кому не лень. Огромная Ногайская Орда. Очень странные очертания приобретает мир. Такая удивительная Россия. Тоже непонятно в какую сторону растущая. Совершенно ущербная Литва. Нечто совершенно удивительное происходит. Итак, через 18 дней мы объявим новую войну. Давайте уже дождемся, пока соберутся армии. Мы узнали об Уганде. И, Мали, нам нужны... Что мы назовем целью нашей войны? Давайте посмотрим, во-первых, есть ли у нас... Напасть на Португалию. Ну, это довольно глупая миссия. Поправить отношения с Каннеборну до сотни. Но это будет довольно несложно. Но вместо этого, я думаю, мы будем фабриковать на них претензии. Пока у нас есть такая возможность. Например, на Гао. Для начала. И то и другое зерно, что не может не радовать. Ну, нет. Нам же сначала нужно бить войну. Что я за... Как я так... Я очень невнимателен сегодня. Сегодня. Между тем, мы уже на 30% интегрировали... Корсику. Они предлагают нам альянс. Но я не думаю, что это хорошая идея. Ведь мы не сможем сделать их нашим вассалом. Мы не сможем этого сделать. Поэтому нам будет проще завоевать их всех. Еще одна причина, по которой нам нужны военные технологии и идеи. Кстати, по технологиям мы догнали всех остальных. Я так полагаю. Португалия на 12-м. Мы на 11-м. Я думаю, что мы... Можно считать примерно, что мы уже почти на одном и том же уровне. Правда, 12-й уровень дает тактику. Что будет нашей целью? Я думаю, что нашей целью будет бамбук. Османы нас в нашей войне не поддержат. Но это и не важно. Эту армию мы тут же вводим в бамбук. Эту армию мы вводим сюда. Эту мы пока поставим на месте. Малии вряд ли могут нам что-то противопоставить серьезное. Накопить деньги. Давайте посмотрим. Сколько денег? 296. Сколько денег есть у Мали? Мы можем отправить им сейчас дипломата. Страна. И посмотрим Мали. У них всего 150. К сожалению, это недостаточно. Мы можем взять следующий уровень административной технологии, что позволит нам строить мастерские. Я думаю, что нужно это сделать. Нужно это сделать. Потому что это позволит нам заодно принять вот это решение, которое нам, хотя и даст благочестие, но удешевит идеи и удешевит технологии. А от благочестия мы в конечном итоге сможем избавиться. Теперь, здесь мы что сделаем? Думаю, что мы для начала отделим одну пехоту и одну артиллерию. А дальше пойдем драться. У них, конечно, большая армия и все такое, но они ничего не смогут нам сделать. Мы выиграли морское сражение. 10 апреля, 10 апреля. Это не вариант. 23 апреля, 25 апреля. Мы их не поймаем так. Но хотя бы загоним всех в одно место. Потому что они явно не успеют отступить от нас. И теперь мы их раздавим там. Неаполь начинает завоевывать обратно земли, которыми обладает Папская область. Потому что вся Папская область оккупирована крестьянами. Очевидно, что Неаполь, наверное, использовал свои деньги для поддержания мятижников. Возможно. Ну, мне так кажется. Теперь касательно этой армии. Поскольку там мы все громим. Давайте просто здесь присоединим армию к осаде. И передвинем остатки на волов. Чтобы мы могли оккупировать и волов тоже. Армия разбита. Теперь здесь. Точно так же оставляем пехоту. Оставляем пушки. Остальное берем и идем. Я думаю, что они пойдут как-то вот так. Пойдем за ними. Как я и говорил. Дальше им отступать будет некуда. Мы их там просто уничтожим. У них много денег. Они начинают нанимать наемников. Пытаться как-то обходить через местных жителей. Но это им не поможет. Потому что я просто раздавил всю их армию. Только что. На эти земли у нас уже нет клеймов. Поэтому находиться там не имеет смысла. Вместо этого мы пойдем и встанем. Оставим армию в дженна. И оставим армию вот здесь. В осудже. Мы разделим армию просто-напросто пополам. И оставим одну там, другую там. Таким образом мы не дадим им соединять большие стаки. Оууу, парень, это ненадолго. Мы просто разделим армию пополам. И вот таким вот образом поступим. Корсика приплыла в койер. Бамбук осаждается закончили. Теперь пойдем в сягу. Что у нас там по идеям? Накопить деньги по-прежнему, да? Ладно. давайте поставим еще пушек скоро у нас скоро появится деньги на них конечно а именно это будет следующем месяц как вообще у нас обстоят дела с деньгами что-то не чувствую особого растущего дохода налоги золото торговля у нас постепенно будет увеличиваться доход от золота так теперь армия пойдет сюда а здесь у нас очередной мятеж местных жителей постепенно я думаю что эту армию можно уже выводить нам бы их не перепутать только все эти армии я думаю что наверное этого стак из четырех здесь пока что хватит массе не вспыхнет мятеж значит эта армия пойдет туда потому что эту армию мы выведем отсюда мы возьмем одну пушку и выведем ее в футу джалон ну вот они уже хотят мира естественно к сожалению у нас нет ни одной идеи которая ни одной миссии которая нам бы помогла в этом деле но так давайте построим еще пушку и хотел заложим ее вот здесь возможно нам не имеет смысла оккупировать их дальше что мы будем брать по-прежнему можем сделать их нашим протекторатом что неинтересно мы конечно возьмем бамбук буре волов это очень жирно смогу ли я столько проглотить за раз агрессивная экспансия с кем самороком и милюком мне на них на всех насрать по сути поэтому можно можно смело это делать а можно не взять например волов можно заставить их освободить елов как отдельное государство в таком случае мы получим меньше агрессивной экспансии у нас уже будет повод для объявления войны им как-то так я думаю можем не брать взять побольше денег но с другой стороны там не такая уж большая разница я думаю давайте сделаем вот таким образом теперь здесь появился появился новым государству которую перемирие с нами но к сожалению они низкой по-прежнему такой же низкой технологической группы к сожалению теперь мы поставим одну армию на бурре это мы все выведем не к чему и почем нам это обойдется 121 очень дорого очень дорого но она уже начинает нам приносить доход только лишь риски восстания снижают доход который нам будут приносить провинции потому что доход от производства вы будете получать независимо то есть и в данном случае от золота то есть это может быть даже не ваша как только вы ее оккупируете вы уже будете получать доход собственно говоря интегрировать бурре хорошая миссия мне нравится 10 административной силы нам вернется но пока что много всего узнали интересного конечно о мире как обычно урок а вступил в калицу против нас гауза все вступили в калицу против нас и это не интересует потому что даже если вместе все вместе они нас нападут реально считаться нужно быть только с марокко которые на девятом уровне технологий мы сможем легко нападать я думаю что на этом мы закончим а в следующей серии продолжим пинать местных жителей скажем так да и завоевывать африку спасибо что смотрели продолжение следует всем пока пока